Приветствую вас, ну, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем вам помочь, давайте попробуем выработать некую стратегию того, что вам, собственно, нужно делать, да, для исправления ситуации, что вам нужно сделать для того, чтобы, ну, изменить вот то, что с вами происходит. Итак, вам 28 лет, я ничего не добился в этой жизни, сразу вы начинаете свое сообщение. Давайте подумаем, вот, а, с учетом того, что у вас есть серьезные обиды на мат, на отца, а, можете ли вы добиться чего-то в жизни, что вообще нужно для того, чтобы добиться в жизни чего-то? Вот, а, по вашему мнению, вот, что нужно? Вы говорите, я ничего не добился в жизни. А, что нужно, чтобы добиться чего-либо в жизни? Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Какие условия должны быть соблюдены для этого? Ну, наверное, наверное, все-таки должна быть мотивация своя собственная, наверное. А, наверное, должна быть вера какая-то, да, в свои силы, в свои, значит, возможности, в свои способности, в свои интересы, там, и так далее. Вот, наверное, наверное, так, наверное, так, да, наверное. Откуда этому взяться, если вас, по сути, подавляли родители, да, откуда этому взяться, если вас не любили, если вас обижали, если вам не позволяли быть самой собой, да, если вас постоянно принижали, если, внущали вам, что вы никчемные, да, и, по сути дела, вы, значит, не имели адекватной модели поведения ни мужской, ни женской, а вам быть женщиной запрещали, отец запрещал быть вам женщиной, вот. Соответственно, какие основания могут быть для того, чтобы вам, вам вообще чего-то в жизни добиться? Для этого нужно быть упорной, для этого нужно верить в себя, для этого нужно верить в то, что вы делаете, для этого нужно доверять себе, а вы себе не доверяете, опять же, почему, почему вы себе не доверяете? А, потому что вы себя не принимаете, и для того, что вас не принимали ваши родители, вы себя не принимаете, вот. И, соответственно, чтобы добиться чего-то, нужно перестать быть ребенком своих родителей, а самостоятельно управлять своей жизнью, вот. И вы сейчас живете запретами сплошными, а нужно, соответственно, пытаться себе, себе, себе разрешать, учиться себя, учиться себе разрешать, разрешать себе хотеть, вот. Далее. Девятый год, болею с параноидальной сизофренией. Диагноз у вас откуда? Диагноз у вас из клиники, или это вы как-то сами в интернете нашли? Если из клиники вы писали, что в больнице лежите, то, соответственно, какое вам лечение назначили? Было ли, помимо всего прочего, лечение психологическое? Работали ли вы, приходили ли вы терапию, какую, индивидуальную, групповую? Какие были результаты у этой терапии? И так далее. Далее. Далее, весь ваш текст, это рассказ о том, как вас сильно докучал отец и, соответственно, обиды на него. И, соответственно, невозможность эти обиды как-либо выразить. А здесь мне бы хотелось рассказать следующее. Вот как вы воспринимаете своего отца как кого? В качестве кого? Как он вам видит, ваш отец? Отец. Ну, вы принимаете его как отца? Или как человека? Как мужчину? Да? И так далее. Как вы его видите? Почему он так поступал к вам? Вот сейчас вам 28 лет, вы можете, в принципе, уже, ну, вы можете уже сейчас довольно адекватно, да, воспринимать его, адекватно воспринимать то, что он там делал, то, что он по отношению к вам проявлял, то, как он себя вел, как он себя позиционировал по отношению к вам. Вот. И вы можете анализировать это, вы можете это прорабатывать, вы можете менять свои представления о том, как отец пришел вот к такой позиции, к такому отношению к вам, почему он так себя вел с вами. И, а, связано ли его отношение к вам, такого типа, такого рода, с вами. То есть, он вас принижал, он вас принижал, но почему он это делал, да? Вот, с чем связана такая его позиция, почему одного ребенка он, как я понял, относился к вам именно, ну, вот, именно так, как вы описываете, он только к вам. То есть, а, к другим детям он так не относился к своим. Значит, получается, что дело в нем, понимаете, не в вас же дело. Правильно? Ну, скорее всего, не в вас. Вот и нужно понять вам, в чем дело. Нужно понять вам, эээ, в чем конкретно проблема. Чтобы вы увидели, в чем, в чем эта самая проблема. Что она не в вас. Что она в нем. Что то, что он делает, то, что он, эээ, вот, как он себя с вами ведет, это его проблема, не ваша. А вам он внушил, да, что вы вот такая, что вы плохая, что вы недостойны любви, недостойны хорошего отношения, недостойны, эээ, адекватного поведения, там, восприятия себя и так далее. Это первый момент. Все это прорабатывается, эээ, в личной терапии, терапии. Вот. Это психоаналитическая работа, анализ, анализ, эээ, анализ, эээ, значит, ваших отношений с отцом, анализ вашего отца и, собственно, рефлексирование, что важно. Вот, у вас очень много обид, очень много обид, они вас заполняют, заполняют, да, они вас заполняют. А вы не можете, эээ, вы не привыкли их рефлексировать, вы не, вы все это себе складируете, да, вот, но выхода никакого это не находит. Вот. Потому что, ну, вы не привыкли, вы не привыкли давать этому выходу. А, соответственно, выход обязательно, потому что, если вы не будете давать этому выход, то, ну, соответственно, он накапливается и рано или поздно происходит взрыв. Вот. У вас взрыв, эээ, как я понял, эээ, произошел именно, именно, вот, в виде вашей болезни, ну, как вот мне показалось, по крайней мере, я могу ошибаться, но, вот, как мне показалось, эээ, ваша болезнь, это и взрыв. То есть, вы копили, копили, копили в себе, эээ, негатив, да, вот, а потом он у вас развился в болезни. Следующее, следующее, помимо, эээ, значит, детско-родительских отношений, да, отношений с отцом, это мать. Мать как, эээ, значит, объект, как, эээ, идеал, как модель, первичная модель. Эээ, ну, соответственно, чего? Женского поведения, правильно? Женского поведения. Значит, здесь, эээ, соответственно, следующее. Женская модель с поведением. Какая она? Вот. Думая к матери, какой она человек, видите ли вы в ней человека, позиционируете ли вы её как человека, опять же, для себя, для, ну, исходя из того, что вы сказали, да? Вот. Эээ, вот вы говорите, что мать с детства меня не любила, а недавно сказала, что, эээ, не хочет вспоминать день моего рождения, она никогда не хвалила меня и не обнимала. Вот. Вы недолюблены, недолюблены. Вы не поняты, не приняты. А? Вы не встречали поддержки. И, соответственно, вы в себе не уверены, потому что, ну, вот, родители, они транслировали в вас именно это. То есть есть, есть огромное у вас, скорее всего, чувство долга, да? То есть какие-то вещи нужно делать, какие-то вещи нужно реализовывать. Эээ, вот. Ну, а что, чего вы хотите, вам не позволяли. Ну, вот. Вы чувствовали себя ничтожеством. Ищите вы. Вот. А что значит? Что значит чувствоваться? Чувствовало себя ничтожеством. Это значит, что мне не внушили, что я сама по себе хорошая. Это значит, что мне не внушили, что я достойный. Это значит, что я сомневаюсь в себе. В себе. Я не принимаю себя. Я хочу быть хорошей. Ну, для всех хорошей хочу быть. Понимаете, да? А для всех хорошей быть, естественно, нельзя. Нельзя. Вот. Ну, и понятно, что все травмы, которые с вами, ну, которые вот, эээ, которые у вас есть, все травмы, и все нужно, эээ, проговаривать. И все нужно проживать заново. Обиды, вот этот негатив, ээ, все это нужно выплескивать, выплескивать, выговаривать, ээ, отреагировать, ну, что это вам. Чтобы не копилось. Вот. И после этого, эээ, значит, приняв, ээ, отца, ээ, своего, мать, ээ, воспринимать, вот, научившись воспринимать их, как, эээ, значит, как мужчину и женщину, как, как людей, соответственно, да, не как, ээ, родителей, вот, как вы сейчас воспринимаете их только. Эээ, да, опять же, почему вы так, как воспринимаете? Потому что, ээ, они, ээ, с вами, по-другому себя не вели, т.е. это, это был либо отец, либо, ээ, мать, да, это не было, не было, не было, не было, не были мужчины они и женщины, и они, в принципе, как люди, ээ, с вами себя не вели, т.е. как, ээ, ну, ну, вот, как разные, как, как, как равные вам, да, они, ээ, себя не вели, не позиционировали. Ээ, вот, значит, нужно принимать, эээ, принимать себя, принимать себя. Вот вы думаете, вот, отец меня терпеть не мог, да, вот просто вот вам банальный пример, отец вас не мог, ваш не мог вас терпеть, да, ээ, соответственно, это в вас проблема, что он не мог вас, эээ, терпеть, или это в нем проблема, что он не мог вас терпеть. Вот ответьте себе на этот вопрос. Далее, соответственно, родители вас подавляли, 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 подавляли очень сильно, а вы не удовлетворены. Соответственно, что получается, что вы тогда остались с маленькой девочкой, подавленной, что вы не ориентируетесь на то, что вы хотите, вы запрещаете себе ходить, потому что родители, ээ, родители вам этого не позволяют, да, вот. И вы думаете, что они такие, что они такие, вот, что вот они вам не позволяют, они естественные. И весь их посыл, весь их, ээ, ну, весь смысл того, что они вам, там, ну, говорят, того, что они, там, вам транслировали, да, весь смысл этого. Ну, это вот, ээ, собственно, их такое, вот, естественное, ээ, свободное, ээ, поведение, волевое поведение. Вот. Вы даже не догадываетесь о том, что у них есть какие-то проблемы свои. И эти проблемы обозначают только одно, они не свободны в своём выборе, они не свободны в своём поведении. А если они не свободны в своём поведении, значит, они какие? Они действуют не, не, эээ, не свободно, они действуют принуждённо. Их принуждают обстоятельства, их принуждают, ээ, их проблемы, их, ээ, трудности, их какие-то, ээ, комплексы, какие-то, ээ, травмы, переживания, может быть, и так далее. Вот. То есть, ну, вот просто, опять же, подумайте, да, вот, от хорошей жизни, например, эээ, ваш отец, там, вас избивал, например. От хорошей жизни, ваша мама, эээ, не хочет вспоминать, эээ, там, день вашего, день вашего рождения. От хорошей жизни отец, эээ, таскал вас, эээ, по базару, да, и, эээ, так вам ничего не купил. От хорошей отец жизни? Вот просто, эээ, себе задать вопрос. А если не от хорошей жизни? Если предположить, что, эээ, у родителей, у ваших, эээ, эээ, ну, эээ, все было хорошо. Если предположить, что, ваши родители, они были бы свободны в своем, эээ, волеизъявлении, то как бы они себя вели с вами? Подумайте. А, что бы они транслировали вам? Знаете, из-за того, что ваши родители обвинялись, то есть, это было обвинение в своих, обвиняющая позиция было у родителей, да? Из-за этого, из-за того, что нас обвиняли постоянно, оскорбляли, унижали там, и так далее. Вы видите, вот, в себе, вы видите в себе, а, ну, по сути делаете тоже сам. То есть, если что-то сделали, то вы виноваты. Если что-то там произошло, то вы виноваты. Да? Но, если мы придем к выводу, что ваши родители, эээ, действовали не свободно, что они заложники, эээ, обстоятельств, эээ, своих жизненных, то, соответственно, эээ, то, что происходит и то, как они себя ведут с вами, это же не норма тогда. А норма, это, когда, родители заботятся о твоем ребенке, правильно? Ух. И если мы с вами хотим, эээ, хотим приблизиться к этой норме, то нам нужно заботиться о себе самостоятельно. То есть, не думайте о том, например, почему, допустим, вот, ну, почему, например, эээ, ваш отец там посылает, эээ, открытки статьи про любовь к своей, эээ, дочери, там, вашей сестре. Вот почему. Это не нуль. Отец это делает, он это делает, эээ, не потому, что он, он очень, эээ, сильно любит дочь. Он это делает потому, что ему это кажется в большей степени продвижением, эээ, своих каких-то интересов. Вот. Это никак, ни в коем случае не связано с тем, что он прям очень сильно любит вашу, любит вашу, вашу сестру. Вот. А вы, вы, вы эту ситуацию воспринимаете на свой счет. Потому что привыкли, что вы, что вы, если что-то происходит, то вы виноваты. Вы привыкли, что если что-то случается, то вы виноваты. Вы привыкли к тому, что вас обвиняют. Вас обвиняют. Вы все время копите обиду. Вы все время копите обиду. Но есть ситуации. Те же самые ситуации, в которых можно действовать по-другому. Понимаете? В которых можно действовать иначе, немного. В норме. Если нет, нет этих обстоятельств, которые мешают родителям вашим быть собой, и вам мешают также быть собой. Понимаете? Вот. Эта вот модель поведения в других, эээ, ну, в других векторах по-другому действует, да? По-другому эээ, себя проявляет. Является самой важной. Самой важной. Теперь, эээ, подумайте. 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 Эээ, значит, значит, эээ, вот. Вы можете управлять собой? Эээ, вы можете управлять, эээ, ну, своим телом, эээ, своими желаниями. Вы можете по собственной воле, эээ, руководствоваться то потребностями, то чувством долга, то необходимостью, то желаниями, если нет, то что мешает? Что стоит на пути к этому? Ведь понятно, что иногда нужно поступить как-то, эээ, иногда нужно поступить как-то иначе, иногда можно поступить по своему желанию, иногда нужно поступить как нужно, а как поступаете вы? Как поступаете вы? Подумайте, пожалуйста, об этом. Знаете, вы зависимы от, ну, от твоих родителей, и ваш мужчина старше вас на девятнадцать лет, который похож на вашего отца, это только по той причине, связанной это с тем, да, с тем, что вы другого мужчины, другого отношения к себе не знаете, и другого женского поведения вы тоже не знаете, и сами вы действовать привыкли не свободно, и в несвободе привыкли быть, и, соответственно, раз вы не принимаете себя, то есть сомневаетесь в себе, то, соответственно, здесь есть и неуверенность в себе определённого рода, и заниженная самооценка, то есть, ну, ощущение, ощущение, что я хуже, ну, что я хуже, чем другие, что я там недостойный, там, чего-то и так далее. Вот, во мне есть что-то, что вообще не принимают другими, во мне есть что-то, чего я хочу избежать, во мне есть что-то, что, за что, за чего мне нужно стыдиться, там, и так далее, вот, понимаете, да? А стыд это, по сути, и есть непринятие в себе. Стыд это непринятие в себе. Стыд это тогда зависть, вот, и вы завидуете своей сестре, это вам стыдно. Вы завидуете, вы думаете, что у вас сестра другая, сестра лучшего, и завидуете. Это вам стыдно для себя, а стыдно для себя вам самосто, потому что вы, опять же, себя вы не принимаете, вот. И именно поэтому вы, для вас единственный способ находиться в отношениях, это в отношениях ребенка, в детской позиции. Такая вот детская позиция, когда меня обстоят, подавляют, там, поднимают руку и так далее. Никто не научил, никто не научил границам, никто не научил принятию себя, принятию других, уважению себя, уважению других. Никто не показал, что, если что-то происходит плохого, то это происходит не из-за вас, не по вашей вине, а по причине другого человека. То есть у другого человека могут быть проблемы какие-то, да? Вот. И с мальчиком вы связались, который занимался магией тоже по той причине, что, что мир, в котором вы жили, он вас не устраивал, вам не нравится, вы хотели убежать от этого мира, вы хотели, хотели как угодно, лишь бы только уйти от него, уйти от этого мира, понимаете? Убежать от него. А это, к сожалению, не работает так, ведь это есть внутри вас, понимаете? И вот вы говорите, что я боюсь, что он меня убьёт, мой мужчина, который мне, нравится он мне, вместо всего. И вот здесь к вам вопрос. Если он вам нравится, да, если он вам нравится, вот вы говорите, нравится он мне, встречаюсь с ним, но боюсь, что он меня убьёт. Простите. А где здесь? Связь. Если он вам нравится, то получается, вам нравится, что он может вас убить, а почему вам это нравится? Тогда. Почему вам нравится, что мужчина может вас убить? Потому что вы мазохист. У вас мазохистическая, мазохистическая позиция. А мазохистическая позиция у вас потому, что вас не научили нести ответственность за себя и отвечать за себя. Вас приучили только к негативу, только к насилию. Когда насилие, когда негатив, есть контроль над вами. И всё вроде бы спокойно. И всё вроде бы здорово. И за себя вы вроде бы не отвечаете. Почему вот мальчик на вечеринке, да, мальчик на вечеринке, как бы его уводила другая? Почему? Почему вы тогда не побежали? Потому что вам нужен был кто-то, кто вас любит. Вам нужен был кто-то, с кем вы были бы в отношениях. А в каких отношениях вы можете быть? Только в тех, в которых находились ваши родители и в тех отношениях, в которых с вами находились ваши родители. Что из каких? Сопочинённых. И именно поэтому мальчик вас не ценил. Бойфренд. Вас не ценил. Именно поэтому его могла увезти другая. Потому что не было для него вашей ценности. Как скорее всего нет ценностей для вашего мужчины, с которым вы встречаетесь пять лет. Вы говорите, он мне нравится. Чем? Если он напоминает отца, чем он вам нравится? Почему вы говорите, как шли вы хотите за него? Почему вы говорите о семье? Вы считаете себя способной создать эту семью? Вы серьёзно считаете себя способной создать семью? Как можно выходить за того, кто поднимает на вас руку? Понимаете, да? Это мазохистическая позиция. Это мазохистическая позиция ваша. Вы хотите прожить так всю жизнь? Чтобы ваши дети так же жили? Чтобы у ваших детей было такое же детство, как у вас? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Поэтому нужно воспитывать себя как критическое мышление. Критику. Конструктивную критику по отношению к себе и к окружающим. В десять вечера пишите вы, позвонил отец и говорит быстро домой. Зачем? Зачем? Я приехал и просил собрать. А зачем приехать? Зачем приехать? Если мама опустила вас. Да? Если... Мне мама разрешила на ночь остаться. Понимаете, да? Критика. Должна быть критика. Вот так. Вы пишите, помогите мне, пожалуйста. Помочь в чем? Вы не задаете вопросов. Вы не оставляете запроса никакого. Ситуацию вы описали? Ну да, вы описали ситуацию. Но запросов-то никакого нет. Вам нужна регулярная терапия с психологом. Вам нужно вырастить, вырастить, скормить, докормить то, чего вам не дали родители. Вам нужно доверять людям. Вам нужно, чтобы принимали вас. И вот с психологом это все проходить. Весь этот путь взросления. Вы пока ребенок, а вам надо проходить путь взросления. С учетом того, что у вас есть диагноз, который тоже накладывают определенные ограничения, возможно, на сферу вашего восприятия. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok